смотрите теперь вот наша лекция сегодняшняя она будет вам очень интересно посмотрите хотя на все-таки мало вот это персик перского края нашел думать я эту перми человек сделал фотографии потом она была выставлена в яндексе внимание что есть написано здравствуйте валерий константинович не удалось выросить персик касанский благодарю за ваш царь был куплен у железа как корни собственный заметьте корни собственный и тут надо такое совпадение друзья получила что я получаю вот это письмо ничего не выдумываю никогда меня наоборот у меня столько писем я ну какому дать предпочтение вот закировали сам кстати что-то недавно у меня заказал внимание смотрим копия вопроса с вебинара для ответа на следующий раз а вспомнил заканчивали прошлый вебинар чек задал вопрос а я не готов ответить это целая подготовка не потому что не знаю что главное это должно быть доказательно убедительно что такое убедительно 28 минус читайте литературу среди вас есть специалисты и даже несколько супер специалистов они грамоте меня они подтвердят 28 средняя цифра выживаемости именно персиков и не цветочек почек а целиком минус 28 дальше они не пошли возможно они могли бы больше выделить но опять надо изувечить помните это книгу как мне уже стыдно фамилии говорить книгу где я еще назвал там распятый христос дерево христос из каждых восьми веток надо оставить три представлять оставшиеся 1 5 до чтобы него так росли в общем так такова действительно его а на самом деле мне даже кажется что персики все пытает попытаюсь показать они все-таки крепче есть их них нет и не подходить к ним а что такое персик или там абрикос черешня как это не подойти до этого как это можно не подойти и не отрезать третье так половину это все нижние ветки как вот какой стране мы живем вот понимаете вот мне кажется кто меня слышит даже вот еще еще пример ни одного доказательства не привел уже по-моему поверят мне миллионы лет создается дерево у него появляется скелет он миллионы лет все что было сюда погибало сюда погибало выше ветки погибали ниже ветки погибали это и наконец получился дерево практически идеально внимание на своей исторической родине а вы потом берем грушу на которой почти с полу пустыни все это придумал сам я нигде это не стал я вижу вот такой стержевой корень я знаю это ему а она там миллионы лет росла где до воды было далеко ей надо было до воды дайте иначе погибала вот так а все что падало с неба было так мало что когда она попадает дождливую регион она просто сгнивает и у нее специальная крона вот такая я уже сколько раз это говорил но как довести до этих миллионов крона вот такая ее нельзя вот так делать тогда вода а у нас на исторической родине не было мало воды мало было дождевой воды а здесь она течет по штамму штамм сгибает на ровном месте сколько раз я проверял у себя еще в сотне садов я ничего не преувеличиваю знали бы вы какой у меня объем наблюдений нет незнания с этих малограмотных бывшими того как меня мордой тычет вот но наблюдение у меня столько сколько я уверен ни один из тут не сравняется я даже могу себя сравнить мне опять будут говорить а ты там это самый создаешься ты себя много думаешь огромный наблюдение груши за 5-10 лет прекрасные сгнивают штамп основание штампа на ровном месте и даже этого не выносит кто успевает груша поднимает сама себя вот так у него корни увеличиваются она начинает и она почву приподнимает одни спасаются а другие не успевают вас и мертвая потому что все сгнило я уже десятки фотографий показал почему я все это каждый раз говорю потому что это сейчас мы говорить про персик но это касается персика несколько моих друзей потеряли персики не из-за мороза они у них на морозе как у меня подмерзали давали урожай подмерзали давали от корней пошел опять урожай раз пять лет бабах за 40 опять мертвый опять но мертвый не полностью а мои самые яркие примеры я не буду сейчас называть фамилии не стыдно просто зачем 300 до еще напоминать человеку потеряли целая об персиковые сады укрывая вы понимаете укрывая не от мороза вот и вдруг я вот сейчас получаю вот такое письмо интереснейшее письмо мне надо на него отвечать как говорится как я говорю отвечать за базар вот видимо уже перешли какую лексику постепенно дичаево так валерий константинович напомните хасанские персики из тосточки непривитые у вас непривитые подмерзают ли сколько выдерживает минус цветочные почки например прошлой зимой не погибли и сыхает ли они на морозе выдержит для них когда вокруг не будете летом знак вопроса какая как у вас теплицы персиковые у меня все хреново течение последних двадцати лет я уничтожал персики своими руками дважды мне удалось удалось их уничтожить спасло только то что они опять лезут от корней иначе мне не было ни одного вот сжигается сад работы в двух садиках и там и там по 3000 получаю этого 6 плюс тогда было пенсия 1010 все а у меня огромная следовательская работа я не преувеличиваю сам себя хвалю не огромный советская работа но я беру с этих самых лучших я покажу персиков срезаю порядка 200 со всех вместе черенков фактически оголяю то что я проклинаю что этого нельзя делать чтобы мне выжить я порядка 150 или 200 черенков тогда их продавал по 50 рублей черенок сейчас у меня 150 даже 200 есть на то те времена были санта сожгли 2005 и у меня погибают я принес нескольким аппетитом страшную радость они сказали себе и всему миру уже резал погиб персиковый сад все все этот ерунда все это сказки не выдержат они а я чего говорю вот смотрите подмерзает ли подмерзает все точно почки не погибли прошлом году погибли так иссыхает ли на морозе конечно иссыхает вот протянет чуть будет ниже так теплицы персики покажу самое главное что этим хочу сказать что цветочные почки у меня выдерживали до 35 36 это а ученая цифра вспоминайте я говорю самым грамотным ну кто в нашем кружку вот 25 так нет даже про абрикосовый сколько писали 27 28 очень солидных садях а успешно понятно 25 и вот эти 25 а здесь 35 ну извините еще зависит от сколько продолжительной морозы но все-таки именно хасанский персик уникален неповторим вот и откуда он взялся и все это рассказывал смотрите несколько фотографий у меня вот это вот разбили дело вот это письмо ну куда деваться надо отвечать вот этот персик как когда я достал веточку абсолютно мерзлого персика полученного пенсионерка из дальнего востока она знала название хасанский тогда это конца поешь ну откуда ей пенсионерки учительницы на пенсии вот знать слова хасанский она знала значит действительно персик касанский вот он у нее напрочь замерз я раскопал по снегу вот такую веточку и от нее смотрите гордо говорю внимание 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 от нее персики железово на просторах россии сейчас увидят целую серию фильмов на дальнем востоке на урале середине там западная сибирь восточная сибирь сахалин москва где угодно везде мои персики все началось вот с такой веточки поверите мне вы почему я так говорю потому что это моя гордость меня там дальше по 5 помолли опять грязь кому грязи ниже будет но это моя гордость понимаете это моя гордость вот с этой веточки но новые назовем это клон раз я веточку отрезал назовем его клоном как угодно можно формой назвать вот она пошла по россии а потом еще были от нее и привитые и непривитые непривитые можно уже как угодно назвать посмотрите разве это не интересно вот а сейчас посмотрите какое уважение заработал вот это вот персик самый первый который я вырастил ну вы видите что это снимал мыльницы были фотоаппарат которые плоские такие как мыльницы если назвали мыльницы вот такой получился не вызревали следующий урожай не вызревали тогда я поместил на маньчжурский абрикос и получил первого уже получше я всегда говорю прививки они дают такие возможности необыкновенные я уже обращаюсь ну не дойдет я знаю 9 тысяч подписчиков не 9 миллионов не дойдет уважаемый президент академии науки вы наверно умны вы наверно выдающийся вы наверно у вас есть труды которых я не даже не представляю ну пожалуйста перриентируйте вы всю науку на прививки проще говоря на ту вегетативную гибридизацию мичурина и на новый метод железового настроения метра и тогда у нас страна расцветет они не знают а вы же понимаете как когда кто-то запрос делает уже было такое в академии наук а потом как от президента администрации мои книги мои диски учебные пошли вот так смотрите сюда 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 оказались этом кавказском институте почему-то видимо краснодарский край спутали с краснодарским ну вот там по географии тройка в школе было и и все это с концом ответа не дождался не я не минсельхоз который тоже посылал туда запросы не ходили то есть все или послали такой запрос и там какой-то идиот в этом самом что-то из себя строит и вот это вот чудо не знакомо на ухе она способна быть только прививками смотрите друзья не никакого привлечения ничего сейчас он поменьше сделаю кран вот они улазили вот прививка на маньчжурский абрикос прививка на китайскую сливку все получилось тепловая подушка не скрываю если где-то там выше крыши 40 то здесь возможно 35 38 для этого у нас мозги не на витру же садить правильно и так все получилось потом то что я рассказал 150 200 черенков проданы деревья погибли ладно вот промежуточный этап пока еще был вот такой вот не посмотреть на этот все давление начал скакать наконец вершина успеха вот это еще то первое поколение наконец нет второе уже вон девчонка то выросла вот вершина успеха так вот она есть но на этом вроде еще остановилась плоды в два раза крупнее пошли уже у вас друзья особенно теплых краях и при межвидовых прививка смотрим дальше единственная моя потеря полностью я потерял китайский китайский этот киевский персик я потерял вот почему все ветки вот так были обрядно судить нищета не скрываю этого когда-то я надеюсь понимаете неужели ждать пока вырастут вот это поколение потому что поколение которым 30 40 лет сейчас они памперсники они в лесу памперсах а памперсы задерживают и развить развитие мужских гормонов а гормон мужской это понятие широкое тут тебе и сила и ум вот и смелость потому что знаете когда пинают пару подонков женщину а десятки мужчин обходят у них уже нет мужских гормонов я их называю памперсами а в науке то же самое там тоже смелость нужна или хотя бы трудолюбие вы знаете такое настоящие трудолюбие это 20 часов из 24 работы а тут не хотят ничего даже палец палец не ударьте вот когда же это будет а они все дети такие а потом папперсы и они уже ни на что не гадут вот это попутно смотрите дальше вы же про персики до персики 2 5 переезжают к чернобаеву вот они чернобаеву вот дает кучу мелких абрикосов вы же хотели узнать какую-то информацию пожалуйста у него теплее у него ниже 30 семей не поднимается городская черта но это тоже наука садите в городской черте будете вот так есть персики наконец он у него получилась его надолбил сосед у него сосед азербайджанец или выходец из азербайджана он у него взял косточки прошу прощения я отмечу а что-то отключился ладно так у меня там телефон на зарядке вот он первый из нас всех выросил косточки из моих этих хасанский из косточек довел до полношения третий год и азербайджане сказал вкуснее азербайджанский это было для меня как как награда вот эти слова чернобаева на следующий год заплодоносили уже крайне собственно оказались то есть такие же то есть уже знаете как видимо поколение за поколением хасанский мельчал 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 это мельчал вот этого состояния уже измениться не мог не уже мельчал уже невозможно он и так кисловат он и так 40-50 грамм это что серьезно а были у меня и 20 грамм смотрим дальше все самое интересное детектив приезжает ко мне вот этот мужчина один из самых фанатичных кого я в жизни видел вот это потом это я одарился в следующий раз ведра мои эти плоды мои это он приехал уже на следующий год и эти два ведра весна автобусе как он их дотащил не знаю а перед этим годом раньше он мне привез 20 сеянцев персика который я назвал многие удивлен одесса нет такого минусинского печь где-то его в этом самом справщика я вернету это я придумал он привез из минусинска персики которые я назвал минусинский и эти 20 посадил самое страшное было садить нефти я посадил и где попала половина под забором запада и они практически прошло лет 15 если не 18 а может 12 в общем они до до сих пор не дали ни одного плода сейчас прошу прощения железом на проводе вечером так все поехали дальше теперь значит так и вот те которые были посадим забора парочку покажу за столько лет не дали ни одного плода несколько раз погибали до нуля а потом останавливались как птица феник но были и удачи вот одна из них смотрите в два персика так у меня росли не возле забора помните смотрите я не просто так я готовился отвечать я стараюсь быть обстоятельным смотрите человек не спросить не случайно задал вот это вопрос глядите вот это вот выдерживает ли они если вокруг них будет тень летом ответ отрицательные поняли и вот доказательство так вот получилось так что вот эти два персика один я его калечил страшно опять все ветки обрезал сергей обрезал вот второй я все-таки довел до плодоношения вот это был триумф почему приезжала телевидение приезжал может тут есть нет сейчас а приезжал сам турсун доскобила видите вот несколько лет я наслаждался но пусть два всего получилось и 20 но тут забор уже не мешал видите вот и калечил так что в конце концов все-таки я их угробил до столько что умирают оба один навсегда 2 вот здесь вот вот такой пень смотрите уже вот такой вот вот тут вот ты он не видно но тут и только прошлом году он выбросил побег корни то мышцы а он не привиты это тот который я называю корни собственный минусинский и второй год и он учитывая мощь корней за два года вырос прекрасно он еще не дал ни одного плода он фактически восстановился уже какие-то выводы можно сделать с одной стороны так же как абрикосы персики неубиваемые смотрите еще покажу вот это одной из той плеяды которым то ли 18 то ли 15 или 12 лет у меня памяти нет вот так каждый год восстановится замерзит а погибнуть он не может но забор заслоняет от солнца и когда тут примерно свет прикинул 40 процентов солнца нет все здоровье у дерева не будет так смотрим дальше второй вопрос касался а ну естественно что это вопрос касался я взял поза поза прошлый год посадил сеэнцы сеэнцы заметил впервые в жизни я посадил сеэнцы никогда этим не занимался уже в теплицу почему я боялся потерять мало ли он восстанавливается каждый год вот это даже взять и не восстановиться откуда я знаю и так они выросли у меня уеден сам савинч у меня есть фотографии где вы стоите сама-то немаленького роста и рука поднята и они упираются в потолок но я не нашел эту фотографию некогда искать сильно много была подготовка потом на второй год они дали на 2 подчеркиваю плоды немножко ну дали далее но немножко вот она теплица потом наступил страшная вещь после второго года зимой так значит сергей сделал так они были обрезан капитально обратить него не тот был сильно обрезан страшно этот вот а дальние слева погиб дальний справа жив-здоров и я показываю фотографию сделанную когда обрезали то есть после обрезки видите это был январь двадцать первого года почти год назад и наконец свежие фотографии сделаны два дня назад мертвый а вот этот живой то есть все 18 форточек были открыты температура снаружи опускал до 39 а внутри до 35 искалеченные персики из 8 выдержали только 3 конечно можно сказать но это тоже селекция но горько было терять это все вот ответ на ваш вопрос теплицы выращивать можно нужно главное умудриться не доводить а критической температуры как я до 35 до искалеченных и в то же время чтобы там гуляла сквозняк вдоль и поперек еще 16 открытых форточек которая так и не закрывать значит очень коротко потому что кто-то из вас уже видел шаломай прививка вы поверите персика на волочную и степную вишню и моего персика хасанского что случилось межвидовые прививки какой а точка это химия может они давно погибли прошло несколько лет после того когда мне пришла вот этот отчет видите вот потом пожалуйста не буду сейчас это иначе мы на персиках начали на них и закончим черенки клона персика хасанский получен ассибирского даже дальше читайте сами потом кричите отдельно прочтете вот что получилось и форму изменили что интересно это вообще это химера химером и вот это видите и это почитайте почему все это учеба друзья просто я тороплюсь и наконец кажется именно это 220 грамм а теперь сравните вот это и вот это мои вы понимаете что у него потенциал заложен огромный что это бывший роскошный персик то что многие когда опубликовал вот эти фотографии где на дереве тысяча штук но вот таких вот вот показывают тысяча штук а железом да пошел он этот персик и и все в таком духе конечно я уверен что эти люди лопались от зависти видя тысячи вот таких вот но надо же было обязательно что-то сказать да это с чуть-то такими словами знаете обидными брезгливость такая вот еще раз говорю мы прививками возвращаем в райские качества эти персики когда-то росли в эдеме понимаете потом попали на землю вот на земле был рай может просто климат изменился вот и вот это вот яркий пример я ничто я вот это написал или шаломай написал полученные от сибирского сада вода железа привил на степной вишни вот это мне бы в голову не пришло привить на степной вишни я бы сказал все там что это самое шаломай ты чё делаешься прекрати ты это это самое дуримайся а сейчас я скажу записывать к нему ученики увольняюсь пишу я увольняюсь это самое пишу заявление прошу принять мою отставку господа члены на нашего кружка степная вишня персик 220 грамм вы представляете в каком мире мы живем и какие у нас возможности почему я так волнуюсь почему я таким тоном говорю я и я подпрыгивать готов понимаете вот так вот уже это в какой мир как его можно исправить этот мир прививать и не калечен